— Заявление Хикмета Гаджева о том, что международное сообщество не должно допускать вооружения Армении и что Азербайджан будет вынужден отвечать, если на определенный уровень выйдет это вооружение. На какой уровень? — Это я говорю не из официальных заявлений. Это то, что мы обсуждаем в своем кругу. — Это то, что мы обсуждаем в среде политиков, что если у армянской армии будет наступательное оружие дальностью более 100 километров, мы не должны этого допустить. — Примет ли наше военно-политическое руководство такое решение? Может, у него другая красная. Но для меня, для военного человека, учитывая не единичные случаи обстрела наших городов баллистическими ракетами, я как военный человек для страны, которая является нашим вероятным противником. Для страны, из которой у меня нет мирного договора, я думаю, что наступательное оружие, а именно ракетная система с дальностью действия более 100 километров, являются для нас эксистенциональным угрозом. Думают ли так, уважаемые, я не знаю, но лично для меня, для военного, 100 километров, я думаю, что это уже... — В данном случае Сильмейджа выражает не свое мнение, он выражает мнение азербайджанского государства, то есть он говорит от имени государства. И я скажу так, что ракетой что еще может считаться, скажем так, в угрозах армии азербайджанской, скажем так, вооруженным силам, да вообще азербайджанской стране? — Ну то, что они вооружаются, это да, это, конечно, тоже мы не очень хорошо воспринимаем, но как бы сказать, что они купили 10 пушек, и это будет для нас очень большая угроза. Нет, но все-таки мы как бы достаточно сильная армия, как бы, но вот эти ракетные системы, это то, что они могут применить по мирнику, по мирному населению. Я думаю, что это красная линия. — Хорошо, что нам в военном воле не дают, страной руководят политики, да, на моем месте, на моем месте тот день, когда Армении в склад поступила ракета с дальности более 100 километров, я бы отдал приказ на применение. — Извини, а повторили такие ракеты? — Пока нет, по моим данным. — Слушай, я знаю, сейчас только не улыбайся. — Значит, читаешь ли ты «Файтер-бомбера»? — Иногда бывает, что читаю. На него не подписан очень много пропаганды, но бывает, что там встречается материал. — Ты уже понял, о чем будет речь. Как тебе новость о том, что Армения передала все свои системы ПВО? С-300, Торы, еще там что-то, я уже не помню перечисления, Украине для того, чтобы получить с Запада новейшую систему ПВО? — Я читал и «Файтер-бомбера», я читал и некоторые околовоенные армянские телеграм-каналы, которые во всем привычном обвинили Азербайджан. И еще сказали, если вы сомневаетесь, что наши системы ПВО не у нас, то давайте проверяйте, в который раз мы должны проверять ваше ПВО? — У вас ПВО осталось, что вы еще кому-то передавали. Нет у них там ничего, чтобы они кому-то еще чего-то передавали. Новые системы, то, что им придут, они еще как бы не все передали, не все получили, и нет накопительного эффекта, чтобы их полностью была оперативная готовность. Ну, языками любят чесать, что те, что другие. — Гайдов спрашивает, Агиль, не пора ли проверить нам, Армения купила или купила, наверное, систему ПВО, или вы думаете еще рано? Ну, вот это воинственное. — Ну, как бы я сказал, что военные как бы агрессивные люди. Я думаю, что у нас очень хорошее военно-политическое руководство, которое знает, что, где и когда делать. — Сева Медик спрашивает. Я показал всем, кто... Я прошу прощения, просто я всех буду называть, я не успею. Добрый вечер. Как Агильдрия оценивает реальную угрозу вооружения Армении? — Армения заключила долгосрочные контракты. Часть вооружения она получила. Но дело в том, что угроз, который получила Армения на все время вооруженного противостояния с Азербайджаном, это последние три года. Для того, чтобы Армении достичь той полноценной боевой мощи и альевой мощи, Армению нужна еще репорт и Литва. Но если за это время не будет заключен мирный договор, либо будут какие-либо проблемы, думаю, что руководство Азербайджана задумывается над этим вопросом. Это в центре внимания азербайджанского руководства. Но пока как бы нам беспокоится не о чем. Наступательное вооружение не закупали. Покупают артиллерийские системы, система пола. Но ситуация может измениться. Армения закупается оружием в Южной Корее и Японии. Когда будет большая война? В Южной Корее и Японии ты знал что-нибудь про это? Нет, в Японии они еще ничего не покупали, но Южная Корея как предыдущий, на рынке трансформация делала. Южная Корея в последнее время прорывается в лидеры производства высокотерапевтического оружия. Ну и как бы в последнее время мы замечаем, что Армения проявляет интерес к покупке оружия Южной Кореи. Купит, не купит, это как бы вопрос времени. Но люди интересуются. А с Японией я вообще без понятия. Не знаю даже, что они могут в Японии купить. Рассматривает ли Азербайджана возможность вооружения граждан для создания системы территориальной обороны в случае нападения со стороны Армении, Франции и Ирана? Франция как нападет, я сейчас говоря слабо понимаю. Армения тоже, ну ладно. Ну хорошо, оставим в покое эту часть, я спрошу, сократим вопрос Макса. Возможность территориальной обороны, нужна ли Азербайджану территориальная оборона с возможностью вооружения граждан? У меня есть мысль, как это должно быть оборона Азербайджана. Но я лучше ее здесь говорить не буду. Ну да, конечно, территориальная оборона для таких стран, как Азербайджан, которые с севера и с юга находятся в окружении стран, которые намного выше ее по боевому потенциалу, то да, территориальная оборона – это один из способов украинского увеличения своей боевой возможности, своего боевого потенциала. Но на данный момент, как бы, я не слышал, не видел, чтобы этот вопрос поднимался, но надо понимать, что Азербайджан находится в том периоде, где решил свою основную проблему. И да, теперь уже как бы нужно будет думать с прицелом на будущее. Тогда, возможно, скорее всего будет рассматриваться этот вопрос. Но надо понимать, что вопрос обеспечения безопасности страны решается не только количеством ее вооруженных сил. Для этого есть различные инструменты, в том числе и союзнические отношения с более сильными государствами. К примеру, блок НАТО, либо ДКБ. То есть люди привыкли, что мощь страны измеряется количеством вооруженных сил. Нет, уважаемые. Есть очень много инструментов обеспечения безопасности своей страны. Армия – это один из ее как бы инструментов. Важный элемент, но все-таки. Да, да. Армения – самая сильная страна на Кавказе. Оружие и военные техники на уровень 28 миллиардов долларов. Из Индии, Канады, Нидерландов, Франции. США уже в Армении. World Armenian Businessman Union написала. Только от 28 миллиардов. Внутри 29, 28 и 9. Нет, ну, ребята, это не может быть правды. 30 миллиардов оружия – это, наверное, шестилетний как бы бюджет Армении. И вдруг столько оружия, она же не переварит. Это оружие все сразу. Нет, это фейк, скорее всего. Это очень много. По-моему, их, по-моему, общий бюджет, по-моему, до 10 даже не доходит. Да, ну, это будет. Сказали, сказали. Ну, да. Что Америка тихо накачивает Армению оружием. Каковы ее цели? Но накачивать тихо невозможно. Проходили различные, как бы, новости по этому делу. Я не имею, как бы, стопроцентной уверенности, что это случилось, что это произошло. Поэтому я не смогу ответить на этот вопрос. Ну, возможно, что какие-либо системы для мониторинга границы, это, может быть, и визуальные, оптические системы какие-то, передавались в Армении. Но случаи передачи боевого оружия, я не слушаю. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.